Я постоянно использую мой ноутбук Asus X54C как производительным рабочей лошадкой. И я ничего не апгрейдил. Ни SSD на 480 гигов, ни Wi-Fi модуль, а также ни одной замены батареи. Ждём в следующем видео про апгрейд, если что. Я приклею клавиатуру с помощью двухстороннего скотча, потому что она постоянно отваливается. Вот так. Ну ладно, пусть. К сожалению, на этом ноутбуке шурупчики выпали. Я заклею с помощью обычного скотча, чтобы не выпадали. Ещё приклею вот здесь. И вот здесь. Вот так-то лучше. Когда я снимаю скотч и протираю влажной салфеткой, то скотч стирается очень неплохо. Буду приклеивать ещё раз на новый. В этом видео я расскажу и покажу, как я скачивал DBN12, недавно вышедший дистрибутив Linux. И мне очень нравится этот дистрибутив, потому что работает даже на старом компе. Почему я поставил Gnome? Потому что на этом ноутбуке потребляют больше ресурсов. И выглядит очень хорошо. Посмотрим про этот дистрибутив. Поехали! Прежде чем мы начнём, я рекомендую подписаться на мой телеграм-канал. Там я опубликую, например, хорошие новости про смартфоны и очень много идей. Ссылку я оставлю в описании. Наконец-то, 12 января, я буду опубликовать это видео, про какие дистрибутивы Linux выбрать в 2024 году. Я буду объяснять и скажу вам, какие дистрибутивы убраны с списка, какие дистрибутивы я не советую, и какие дистрибутивы лучше выбрать для планшетов с Windows, и, конечно, на ноутбук. Но плюс я буду рассказывать, какие дистрибутивы лучше выбрать после итога, и видео будет занимать 15-20 минут. Посмотрим. Я попробую выбрать Linux на мой ноутбук. Я даже не знаю, будет лучше батарея или хуже будет. И в первом, что я использовал, удалил и установил KDE Neon. Мой любимый дистрибутив со свежей пласмой. Ancom OS это не бесплатная отечественная операционная система на базе Ubuntu. Но когда я устанавливаю приложение, всплывает окошко «Активировать Ancom OS». У меня нету ключа. Zorin OS с гномом потребляет больше оперативы и ресурсы. Значит, система медленнее работает на слабом компьютере. Поэтому для работы с гномом рекомендуется оперативка с DDR4, 4 гигабайт или больше, 4 потока или больше, и SSD для быстрой работы. Этот дистрибутив с гномом подходит на современные компьютеры. Но, к сожалению, мой ноутбук с оперативкой DDR3 начал медленнее работать. А то потребляет больше ресурсы и оперативная память. В PopOS есть одна проблема. Когда я попробую загрузить операционную систему рядом с Windows, то она загружается только PopOS. Жаль, в Windows нет. А вот граб больше не предустановлено после установки. Это будет хорошей альтернативой Windows и macOS. И подходит даже на старые видеокарты у NVIDIA, например, ноутбук с GT520M. И будет работать все хорошо. А для интегриверной графикой Intel тоже хорошо работает. Solus это мертвый дистрибутив Linux. Веб-страница не работает примерно с января этого года. И рабочее окружение баджи работает очень быстро. Появился здесь еще и Fedora Spins с рабочим окружением баджи. Но я не советую это, потому что проблемы есть. Можно попробовать Ubuntu баджи, Arch Linux или Endeavor OS баджи. И так работает все хорошо. Отечественная OS от Basalt SPO Simply Linux. На сайте getalt.org просто советует этот дистрибутив. Оболочка XFCE работает очень быстро, потребляет меньше оперативы и ресурсы. Для работы Simply Linux понадобится 1 или 1,5 гигабайта оперативной памяти или выше. Но мое мнение, я бы выбрал альтрабочая станция SMOTE. Выглядит еще лучше, чем XFCE. И будет держать батарею дольше. Если есть самый слабый компьютер, поставь Simply Linux. Работает очень быстро. Ладно, поговорили про дистрибутивы для ноутбука, а я снимаю обзор про Debian 12. И плюс опыт использования. Вышел с веткой Debian Stable. Самый стабильный из всех дистрибутивов. Debian 12 работает с DE GNOME 43, KDE Plasma 5.27, XFCE 4.18, MATE 1.26 и многое другое. Кстати, еще поставляется версия Linux 6.1. На YouTube-канале Pingvinus сказал, что тестинг и эксперимент лучше не использовать. А я на виртуалке скачивал самую свежую версию GNOME 44. Все люди любят Debian. Все люди любят Arch Linux. Вот мем на экране. На Debian версия GNOME еще ранее, чем в Ubuntu LTS. А версия с KDE будет на экране. Компания Purism назвала аппарационную систему PureOS на базе Debian. Идет из коробки с ноутбуком Libre M14 или 15. Самый защищенный ноутбук у Эдварда Сноудена. И для смартфонов Libre M5. Посмотрим, например, GNOME версии 43. Хорошо, что Debian 12 поставляется с этой версии. Но не самое свежее. Вот посмотрите, реально похоже на macOS. Фишки в этой аппарационной системе будут быстрые и производительные. Но на самом деле Debian работает от батарей. Можно показывать процент заряда батарей, как в каждых дистрибутивах GNOME. И самый первый тест будет. Это подключение внешнего жесткого диска. Вот у меня внешний бокс от компании Dexp. С моим подключенным жестким диском на 500 гигабайт от Seagate. Подключаем. И никаких проблем тут нет. Захожу на этот мой любимый раздел. И вот все сохраненные данные. Есть проблема Debian, называется прокрутка. Когда я открываю файл в разделе и перелистываю вниз и вверх, то тормозит. Возможно проблема с GNOME 43. Захожу на этот загруженное видео. И видите, ничего не тормозит. На винде есть синий экран смерти. А на линуксе нет. Наверное на процессоре Intel Core i5-2540M потянут 4К видео. А возможно до Full HD. Как вам ощущение? Я использовал до июня ноутбук с двухпоточным процессором B815. И работало все очень медленно. Я недавно апгрейдил процессор на более мощный двухъядерный четырехпоточный Core i5-2540M. И работает очень быстро. Ощущение довольно неплохое. Перегружен процессор, наверное, до 100%. GNOME не очень подходит под слабые компьютеры. И когда включаю в менеджере расширение и все расширение, то будет перегружен процессор. И вот не будет проблем. Так вот, моим выбором под этот процессор являются рабочие столы MATE, XFCE и KDE. Все будет работать превосходно. Все настройки GNOME я рассказывал в AltLinux, который набрал 4000 просмотров. Уведомления, обои, звук, энергопитание, а также предустановленных программ кроме игр, Firefox расширенная версия, LibreOffice предыдущих версий, по умолчанию выключен нажатие касаний. Когда по умолчанию выключен и одним пальцем не могу нажать на эту кнопку, то я рекомендую кликать на эту кнопку и оставить включенным. Прокрутка работает даже на двух пальцах. Вот такие вот настройки. Стойте, а почему написано недоступно? Я же имею версию 43-го. Так-то лучше. Кстати, работает через Wayland, никаких проблем тут нет. А вот проблема с Яндекс.Браузером будет позже. Ну а сейчас проблемы. Когда я скачиваю флэтпак с помощью терминала, без флэтпака не могу скачивать BOTLs. Когда я скачиваю флэтпак Repo, то не работает. А приложение можно скачивать без флэтпака, с помощью DEP в магазине приложений. Sudo apt update в дистрибутивах на базе Debian и Ubuntu больше не работает. Но есть проблема, называется ошибка GPG в Яндекс.Браузере. Попробую исправить в терминале, а он больше не работает. И когда попробую включить порт Proton, а он долго думает и есть ошибка, я не могу запускать игры с помощью EXE файла, предустановленные приложения и кастомизация. Когда я рассказывал в этом ролике предустановленные приложения, то есть Firefox ESR, дополнительные настройки Gnome, менеджер пакетов Synaptic, игры и многое другое. Я советую устанавливать эту программу во всех дистрибутивах Gnome, чтобы включить все функции. По приложениям я использую виртуальную машину VMware, работает все хорошо, но работает некорректно с темной темой. Так что работает только со светлыми темами. VMware Player запускает виртуальную машину, например, Linux, Windows и так далее. Он автоматически создавал папку параметры, чтобы увидеть эти приложения. И видите, наверное, все неизвестные. В папке Office находится только LibreOffice, а не OnlyOffice, только старые версии. Gnome предустановлен только в PopOS. Устанавливается Яндекс.Браузер автоматически. Когда имеет проблемы, но возможно используем Firefox. Я каждый день люблю менеджер расширений. Их всего более 200 штук. Например, включаю Dash2Dock, перетаскиваем слева. Теперь док или панель очень похожи на Ubuntu. Люблю этот расширений. По итогам, Debian это не дистрибутив для новичка, а дистрибутив для старых и новых компьютеров. Самый стабильный, самый быстрый, но хотя можно использовать. И будет работать с двухъядерным процессором и двумя гигабайтами оперативной памяти. Вот список, который запускается. Рабочее окружение с гигабайтами или мегабайтами оперативной памяти. Debian 12 будет работать на моем ноутбуке? Да, будет. Но каждое рабочее окружение работает превосходно. И рабочее окружение, кроме XFCE, LXQT, разоржает батарею еще хуже. Если что, попробуйте выбрать Gnome, KDE и MATE. Будет лучшая автономность. 30 лет назад Debian стал самым первым дистрибутивом. Но вместо Ubuntu я решил выбрать только Debian с Gnome. Я фанат Linux, я фанат Windows, я фанат Windows, я фанат мобильных устройств и куча всего. Поэтому этот дистрибутив является старым, добрым и классическим. Называет дедушкой Debian. Проблема этого дистрибутива есть. Когда я использую Яндекс.Браузер и обновляю пакеты с помощью sudo apt-update, то обновление больше не получается. Вот такие вот дела. Если не выбирать какой-нибудь MX Linux, Dipping, Devuan, Peppermint или какие-нибудь другие дистрибутивы, вы можете выбирать этот Debian. Debian – потрясающий дистрибутив в истории. Имея в терминале apt, свежее рабочее окружение или какие-нибудь другие функции, этот стабильный дистрибутив породует нашими впечатлениями. Чистый и очень интересный. Если используется на Mon, то выглядит современнее. Обратите внимание на LMDE. Что думаете по этому поводу, пишите в комментариях. Ну вот, пожалуй, все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Андрей и увидимся в следующем видео. Пока-пока.